Так вот, человек, чувствующий себя жертвой, говорит, я чувствую себя так из-за этого человека, этой ситуации или из-за отсутствия денег. Они заставляют меня чувствовать себя таким образом, это мои отношения с ними. На самом деле, это означает, что я использую свою нехватку для подтверждения своей зависимости, своей обусловленности. Если ты начнешь, то дело будет не в игре, которая называется изобилие, а будет в игре, которая называется изменение и в том, что мне нужно изменить. Чем больше я меняюсь, тем больше я буду находиться в изобилии. Просто сядь, закрой глаза и наблюдай за мыслями, которые приходят. Вот и вся причина, почему ты не богат. Возможно ли исцелить себя с помощью наших мыслей и одной лишь медитации? Я думаю, что моя вера в то, что возможно для человека, очень сильно изменилась за последние несколько лет. Я уже не тот человек по причине того, чему я был свидетелем. Многое должно произойти, чтобы мы смогли успешно пройти этот путь. У вас диагностировано неизлечимое или хроническое заболевание, и вы находитесь в уязвимом состоянии, полагаясь на что-то, чтобы восстановить здоровье и равновесие. Это соответствует традиционной модели, но если она не работает, вам нужно начать искать другие пути. Некоторые люди просто ограничивают себя посредственностью и остаются на этом уровне. Других это беспокоит, и они решают искать ответы. Таким образом, человек начинает поиск. Однажды у нас была женщина, которой кто-то случайно отправил по почте мою книгу. Она не заказывала ее, а просто положила на свой журнальный столик. У нее была болезнь Паркинсона, и, наконец, примерно через три месяца, она взяла книгу и увидела снимки мозга и начала читать. Она начала заниматься медитацией, а потом она пришла на недельный ретрит, и она полностью исцелилась от Паркинсона. Она стояла на сцене, рассказывая свою историю так, что теперь человек исцеляет сам себя. Поэтому теперь ваша модель видения мира должна измениться. Я вижу, как люди внезапно выходят из инвалидных колясок, двигаясь в разные стороны. Некоторые из них были слепы, другие теперь видят. Происходят удивительные вещи, множество случаев выздоровления, которые меня больше удивляют, чем кого-либо другого. И вот мы задаемся вопросом. Если мы находимся в квантовом поле, и там нет разделения, мы можем лишь воздействовать на цель? Просто представьте образ, картинку. Они фактически исцеляют других и даже не осознают этого. Они могут находиться в разных частях мира, но достигают одной цели. Они визуализируют эту цель, удерживая ее в своем сердце и изменяют энергию, чтобы помочь другим. Теперь, можете ли вы лечить других удаленно? Абсолютно да. Мы заметили, что в нашем наборе данных люди, находящиеся в самом отчаянии, обычно с меньшей вероятностью отвечают, поскольку они ждут исцеления, чтобы почувствовать благодарность. Они не осознают, что их исцеление начинается, когда они начинают чувствовать благодарность. Люди, которые находятся в реке перемен, фактически работают над изменением себя. Они получают эту энергию, и мы замечаем, что когда люди очень благодарны за то, что они имеют, их энергия просто впечатляет их. Люди делают все возможное, чтобы достичь своих целей. Вы готовы приложить все усилия, чтобы достичь своих желаний, потому что именно это делает материя, когда она стремится изменить сама себя. Все люди участвуют в этой игре, стремясь накопить как можно больше вещей. Для многих людей изобилие означает получить как можно больше. Давайте просто научимся тому, как правильно творить, чтобы это перестало быть проблемой. Перед тем, как произойдет событие, вам нужно почувствовать эти эмоции. И если бы вы могли отделить свое внимание от трехмерной реальности, и не обращать внимания на все известное, и понять, что это именно поле, создает материю, которая излучает энергию. Если бы вы смогли достичь этого состояния и изменить свою энергию с четким намерением, и возвышенными эмоциями, ваше сердце начало бы биться в этом прекрасном ритме, словно барабан. Мы измеряли и видели много раз, как это происходит. Сердце сообщает мозгу, что сейчас можно творить, поэтому человек расслабляется в настоящем моменте. Энергия сердца фактически сообщает мозгу, чтобы он перешел в эти красивые и элегантные состояния альфа-паттернов мозговых волн. Когерентная альфа-активность указывает, какой следующий сон вы хотите видеть, какую следующую возможность вы хотите испытать. Это состояние творчества. Теперь у вас есть сигнал Wi-Fi, у вас есть связанный мозг, это директива, это сигнал, и у вас есть это связанное сердце. Это то, что привлекает его к нам. Вы объединяете эти два аспекта, и если существует вибрационное соответствие между вашей энергией и этим потенциалом в квантовом поле, и вы чувствуете себя изобилием, и независимо от вашего мозга ассоциируется с изобилием, это становится вашим призванием. Вот что такое творческий процесс. Этот творческий центр, лобная доля мозга, фактически определяет, каково было бы быть творческим или изобильным. Если вы не знаете, что означает быть изобильным, но тогда прочтите несколько книг о людях, которые добились богатства, и поймите, что это был нелегкий процесс. Они сталкивались с неудачами, испытывали разочарование, усвоили множество уроков, но они выстояли. И важно понять, какие качества этого человека можно воплотить, потому что дело не в богатстве, а в том, кем вы становитесь. Люди считают, что дело в их богатстве, но на самом деле это процесс становления, требующий преодоления. Это правда. Потом вам придется изменить свое отношение, потому что многие говорят, «Я не могу почувствовать благодарность за свое богатство, потому что этого еще не произошло». Это гипноз, ожидающий опыта, чтобы почувствовать благодарность. Это ньютоновский подход. Это трехмерная реальность. Это причина и следствие. Квант, который вам нужно почувствовать, чтобы пережить это. И сердце становится похожим на усилитель, посылающий этот сигнал. Эта частота может нести мысль о вашем изобилии. Страдание не может нести мысль о вашем недостатке изобилия. Не может нести мысль о вашем изобилии. Это другая частота. Мы испытываем разные чувства, например, страдания. Мы думаем разные мысли, и это нормально. Люди могут говорить, «Я в изобилии, я в изобилии, я в изобилии». Но эта мысль никогда не доходит до тела, потому что она останавливается на уровне мозга. Тело же говорит, «Я несчастен, мне не хватает». Вот почему аффирмация не всегда работает правильно. Давайте продвинемся еще на шаг вперед. Если вы практиковали это и по-настоящему поняли, то вы уже хорошо знакомы с этим. Но если вы освоили это так же, как научились играть в гандбол или бить по мячу для гольфа, вы просто отработали эту форму и действительно разбираетесь в этом. Если вы делаете это правильно, то каким будет результат эксперимента с изобилием? Вам нужно будет почувствовать это чувство не только с закрытыми, но и с открытыми глазами. Когда вы чувствуете эмоции, принадлежащие вашему будущему, вы больше не ищете их. Вы уже настолько объективно находитесь в своем будущем, что верите, будто уже живете в реальности изобилия. Пока вы ощущаете эту эмоцию, вы больше не отделены от нее, не испытываете нужды и не ищете того, чтобы это произошло. Если вы чувствуете изобилие, почему этого еще не произошло? Почему бы вам не выглядеть так, как будто это уже случилось? Наша задача – поддерживать это измененное состояние души и тела. Хорошо. Означает ли это, что вам следует завтра проверить свой банковский счет и посмотреть, есть ли на нем полмиллиона долларов? Нет. Продолжайте поддерживать этот потенциал, и тогда возникает синхронность. Это обратная связь в вашем окружении, когда Вселенная говорит, «Эй, что бы ты ни делал, внезапно мы начинаем творить правильно». И я думаю, что людям так важно помнить, что они творцы своей жизни, а не жертвы. Так вот, человек, чувствующий себя жертвой, говорит, «Я чувствую себя так из-за этого человека, этой ситуации или из-за отсутствия денег. Они заставляют меня чувствовать себя таким образом. Это мои отношения с ними. На самом деле, это означает, что я использую свою нехватку для подтверждения своей зависимости, своей обусловленности. Мои отношения с деньгами строятся на том, что я уделяю им внимание из-за их отсутствия. Поэтому, когда их нет, я чувствую себя плохо. На самом деле, это отражает мое внешнее окружение, моя реальность контролирует то, что я чувствую и как я мыслю. «Лу, почему у тебя сегодня хорошее настроение?» «Все идет хорошо». «Почему у тебя плохое настроение?» «Дела сегодня идут плохо». Эта бессознательная программа жертвы говорит, что мы позволяем окружающей среде влиять на то, как мы себя чувствуем, на то, как мы думаем. Разве это не так? Это процесс превращения человека в жертву. И чем сильнее эмоция в связи с тем, что нам не хватает, тем больше мы обращаем внимание на то, что у нас не все так, как надо. В результате, человек забывает, что сам создает свою реальность, потому что он сосредотачивается на недостатке и таким образом усиливает его. Потом он старается еще больше, прикладывает больше усилий и теряет контроль, что приводит к истощению и физическому изнеможению. Так что эксперимент таков. Давайте попробуем другой подход. Давайте творить на уровне энергии, а не только материально, чтобы достичь гармонии сердца и разума. Когда сердце расслаблено, энергия прямиком направляется в мозг. Мы изучали это тысячи раз, внезапно человек входит в состояние мозговых волн, которые являются красивыми и элегантными, исключительно творческими. Чем дольше вы осознаете эту энергию, тем сильнее вы притягиваете к себе это будущее. Тогда что означает синхронность? Это означает, что все, что вы делаете внутри себя, производит этот эффект снаружи. Обратите внимание на то, что вы сохраняете, и попробуйте сделать это снова, чтобы создать немного больше изобилия, просто в качестве эксперимента. Теперь, когда произойдет синхронность, вы думаете, что чувствуете страдания, или вы думаете, что чувствуете небольшое волнение, или вы чувствуете вдохновение. Тогда эта синхронность говорит вам – используйте это чувство энергии. Вам должно быть легче почувствовать это сейчас. Попробуйте вернуться и сделать это снова. Продолжайте экспериментировать, затем наступает продвижение. Вот оно, вот приходит электронное письмо, вот приходит человек, с которым вы встретитесь в нужное время. Вот и у нас что-то происходит здесь и сейчас, это становится импульсом, и тогда мы генерируем изобилие. Вот как мы это делаем, и отношения – это не происходит просто так. Мы генерируем это, мы создаем изобилие. Если вы проводите часовую медитацию, настраиваясь на свое изобильное будущее, а остальные 15 часов в день в состоянии недостатка, не стоит ожидать перемен. Вы возвращаетесь к прежней энергии, вы возвращаетесь к старым установкам. Если вы скажете, что это из-за того человека, обстоятельств или ситуации, то я бы сказал, что вы возвращаетесь к бессознательной программе быть жертвой. В этом нет ничего страшного. Давайте сделаем шаг дальше. Если ваша личность создает вашу личную реальность, и это так и происходит, и ваша личность определяется тем, как вы мыслите, как действуете и как себя чувствуете, то ваша текущая личность, слушающая это видео, создала вашу текущую личную реальность, то есть вашу жизнь. Ничего особенного. Это означает, что если вы хотите изменить свою личную реальность, вам придется изменить свою личность. 95% того, кем мы являемся, находится на автопилоте из-за запрограммированных мыслей, убеждений, восприятий, бессознательных привычек и поведения, а также эмоциональных реакций. Эти программы имеют тенденцию быть автоматическими. Поэтому осознание этих бессознательных мыслей является первым шагом к изменению. Когда ты чувствуешь, что чего-то не хватает, и всегда есть что-то, что ты делаешь, чтобы исправить это, то вместо того, чтобы просто устранять недостаток, попробуй подумать, что находится за ним. Это важно, потому что твое тело привыкло к ощущению недостатка, и эта эмоция влияет на твои мысли и поведение. Если эмоция – это результат твоего прошлого опыта, то мы часто повторяем привычные действия и думаем о прошлом. Поэтому, когда ты замечаешь, что возникает ощущение недостатка, попробуй уменьшить его влияние, так же, как ты бы избавился от любой другой привычки. Тело – это бессознательный разум, поэтому оно привыкло к знакомым чувствам, даже если не осознает, что это ощущение недостатка. Важно сделать другой выбор, и когда вы решите это сделать, будьте готовы, что это будет непривычно и даже некомфортно. Ваше тело может попытаться вернуть вас к привычным мыслям, действиям и выборам из-за привычного ощущения недостатка. Твое тело внезапно скажет «Эй, почему бы тебе не начать думать те же самые мысли, делать те же самые вещи, делать тот же выбор, демонстрировать такое же поведение, иметь тот же опыт, чтобы ты мог почувствовать это чувство?» Из-за нехватки снова пожаловаться кому-нибудь. Позвони кому-нибудь и скажи, насколько несчастна твоя жизнь. Теперь люди часто задумываются, когда приступают к работе и начинают вносить изменения в свою жизнь. Они могут думать «Что-то не так, я не могу это сделать, я не заслуживаю этого, это никогда не сработает». Однако человек, настойчиво стремящийся к изобилию, понимает, что наличие мысли еще не делает ее правдой. Он задает себе вопрос «А что, если это всего лишь мысль?» Нервные клетки больше не работают вместе, они перестают быть связанными друг с другом. Таким образом, по мере того, как вы продолжаете двигаться вперед, мысль, которая приходит, все меньше и меньше влияет на вас. Прямо сейчас у вас есть власть над этим. Или, что еще лучше, вы правильно используете свой мозг, а не являетесь его жертвой. Если вы жалуетесь на деньги, осуждаете людей, у которых они есть, спешите, когда вам их не хватает, или обманываете кого-то из-за недостатка, то человек, стремящийся к изобилию, не поступает так. Вам нужно осознать это и сказать «Мне нужно изменить свое отношение. Если я действительно хочу достичь изобилия, я не могу продолжать так поступать». Вот основной вопрос. Если я действительно хочу стать новым человеком в новой реальности, я не могу брать с собой недостаток, недостойность или историю, связанную с этим. Я не могу принять историю, которая сопровождает все это с моими родителями, или моими бабушкой и дедушкой, или моим бывшим, или чем-то еще. Эта история должна завершиться. И если не сейчас, то когда? Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok